Всем привет! Гимбл стабилизатор очень нужная вещь, если вы снимаете видео на улице. Но при съемке дома или на студии, где движения камеры небольшие, настолько ли он нужен, или все можно снять с рук? А может потише? Тишина, съемки идут. Давайте потестируем разные движения камеры, разные объективы, и разберемся, в каких случаях нам нужен стабилизатор. Что? Начинаем с такого эффектного кадра, когда камера подлетает с поворотом к объекту. С общего плана перелетаем в крупный. Я снял этот кадр из рук из гимбл. Сможете угадать, какой из этих кадров как снят. Первый с гимбл, а второй с рук. В принципе, оба способа годятся для создания кадра, но с рук движение получается четче, поэтому для этого кадра гимбл совершенно не нужен. Чтобы сделать этот кадр, мы начинаем в финальном положении камеры, настраиваем фокус, потом отлетаем с поворотом, а на монтаже воспроизводим клип в обратную сторону. Второй кадр. Камера отлетает назад и открывает общий план стола. Этот кадр снимается таким же способом. Сначала фиксируем финальное положение, наводим фокус, потом делаем резкий подлет, а на монтаже воспроизводим клип в обратную сторону. С гимбла снять кадр непросто. Может помочь съемка с высокой частотой кадров для замедления. Замедления всегда помогают уменьшить тряску. Но с рук снять оказалось совсем невозможно. Слишком много тряски. Для этого кадра гимбл необходим. Следующий кадр. Проезд вбок и в конце быстрое движение вверх-вниз. Снова можете попробовать угадать, какой кадр снят с рук, а какой с гимбл. Первый с рук, а второй с гимбл. Оба способа подходят для создания этого кадра. Если движения короткие и быстрые, то лучше с рук. Если движения длинные и небыстрые, то лучше гимбл. Следующий кадр. Продолжительный проезд вбок. В идеале для такого кадра нужен слайдер. С гимбла снять очень сложно. Снова выручает съемка с высокой частотой кадров для замедления и плавности движения. А с рук снять еще тяжелее. Поэтому для этого кадра нужен гимбл или лучший слайдер. Камера проезжает по дуге, сначала смотрит вверх, а потом вперед. С гимблом движение вырождается просто в опускании камеры вниз. И гимбл мешает опустить камеру к поверхности стола. Такой кадр гораздо лучше снимать с рук. Простое опускание камеры вниз. Тут оба способа одинаково хороши. Можно снимать и так, и так. Этот кадр я назвал колесо. Тут нет больших проблем при съемке любым способом. С гимбла сложнее сделать быстрые движения, но зато легче реализовать круговую траекторию. Снимать можно и так, и так. Обратите внимание, что при съемке с рук я использую клетку для камеры. Это очень удобная вещь. Особенно в дополнении с рукояткой. Особенно если у вас, как у меня, камера небольшая по габаритам. Клетка и рукоятка обеспечивают более надежный хват и более четкие движения камеры. Про клетку выложу отдельное видео, ссылку приложу в описании. Это орбит-шот. Облет вокруг. Мне очень трудно дается этот кадр. Из гимбла и с рук не получается снять хорошо. Теперь отлет и вращение камеры вокруг оси съемки. В отличие от кадра, где мы отлетали на общий план, тут мы хотим иметь четкий фокус на всем протяжении кадра. И поэтому вам нужен либо помощник по фокусу, либо придется снимать с рук. Самому с гимблом так снять не получится. Поэтому для этого кадра у меня пример съемки только с рук. С рук после нескольких дублей получается хороший кадр. Одновременный отлет и подъем камеры. Снова мы хотим изменять фокус на протяжении всего кадра. Поэтому этот кадр тоже снимается только с рук. Все кадры, которые мы рассмотрели, были сняты на широкоугольный объектив 16-35 мм. Теперь рассмотрим съемку объективом 50 мм. Вы видите просто набор разных кадров без конкретной траектории камеры. Светосильный объектив с фокусным расстоянием 50 и более миллиметров позволяет получить красивые кадры с узкой глубиной резкости, с размытым фоном. 50-миллиметровый объектив – это пограничный объектив, с которым можно снимать с рук. Но даже с ним лучше использовать гимбл. При съемке длиннофокусными объективами у вас должна быть или стабилизация в камере, или в объективе, или гимбл-стабилизатор. Подведем итоги. Гимбл для студийной съемки все-таки нужен. Если у вас кадры с длинным проездом камеры от 1 метра и более, или если у вас нет встроенной стабилизации в объектив или камеру, и объектив с фокусным расстоянием от 50 мм и более, то гимбл очень полезен. Если же у вас движения камеры короткие и быстрые, или сложная траектория камеры, или если вам надо самому настраивать фокус в процессе съемки, то гимбл только помешает и проще снимать с рук. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующем видео. С вами был Илья Синема. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok